Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я вас приветствую на новостном портале Love&D, в эфире программа LoveZone. И сегодня с нашим гостем, депутатом Народного собрания Гагузии Иваном Дмитриевым, мы поговорим о ситуации в нашем регионе, о том, что произошло в конце прошлой недели и, в общем, о проблемах, с которыми сталкиваются наши депутаты и наши жители. Вначале предлагаю посмотреть видео, одно, которое мы смонтировали, а дальше уже будем говорить с Иваном. Пожалуйста. Я вчера из дома сюда, в Камрад, и Дмитриеву перезагородил мне дорогу. Я вышел с машины, говорю, в чем дело? Говорит, сейчас подъедет Киосе и переговорим. И он подъехал, говорю, чтобы дорогу открыть, я оставил машину, подошел к ним переговорить, они попросили сесть в машину, я говорю, у меня есть вызов еще, ферпунь, они говорят, подъедем туда. Подъехали к вызову, я спросил у человека, на что, от чего? Он говорит, что едем, я думал, что приедем обратно. И они меня отвезли в Четверлугу. Машина у меня осталась открытая, ключи в замке, телефон, документы, две печати. Вот так было. А в Четверлуге вы где находились? Просто в машине? Нет. Просто сидели и беседовали. Но вы не пытались как-то еще добровольно покинуть автомобиль? Или бессмысленно было? Как, чтобы я выпрыгнул на ходу, что ли? Спасибо большое. Спасибо за пояснение ситуации. Это был комментарий депутата Народного собрания Александра Держоза. И вам еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали вот эту ситуацию, о которой говорил вы чуть ранее господин Держоза. Пожалуйста. Да, конечно. Ситуация развернулась, как никак представляли СМИ. Со СМИ у нас тяжело в Гагалузе. Однобоко освещает произошедшую ситуацию. До сих пор ни общественная телерадиокомпания ГРТ нам не дала право реплики. Я считаю вообще это нарушением, потому что сегодня общественная телерадиокомпания никак не может выкладывать сеть видеоролики, в которых освещена только одна сторона. Я считаю, что это поручит честь и достоинство любого человека. Но мы знаем, что в последнее время то руководство, которое находится на общественной телерадиокомпании, полностью обслуживает интересы Илона Шора. Соответственно, все люди, которые не поддерживают Илона Шора, имеют собственное мнение. Их всячески пытаются очернить, опорочить и не пускать на центральное телевидение. Что касается Александра Петровича Денжоса, да, действительно, этот депутат из нашей фракции избирался от партии социалистов с селу Авдорма. Я думаю, что жители селу Авдорма дадут ему достойную оценку, потому что Александр Петрович в предуборную кампанию ходил с предуборными обещаниями, которые были связаны с партией социалистов. Все диалоги партии социалистов был. И я уверен, что определенная часть голосов, которые голосовали за Александра Петровича Денжоса, это были люди, которые поддерживали именно партию социалистов, а не самого кандидата. Что касается ситуации, наверное, мне понравился один комментарий из социальных сетей, где написали, что Александр Петрович это не невеста, чтобы ее украсть. И не крали мы никого. Он находился в нашей фракции. Все началось, наверное, немножко предыстории нужно рассказать. Я постараюсь вкратце рассказать. Все началось с того момента, когда буквально три недели назад депутаты объявили о том, что есть достаточное количество голосов для того, чтобы сделать переформатирование в Народном собрании, в Президиуме и в дальнейшем снять председателя Народного собрания. После этого началась активная фаза. То есть Константинов вместе со своей, можно сказать, в кавычках УПГ, начали шантажировать всех депутатов, всех возможных, которые не на их стороне. Пытались всячески их подкупить при помощи Илона Шора и всяких обещаний там. Ну, началась активная фаза и начали давить. Динжос нам сказал о том, что Константинов через своих посредников вышел на него и предложил ему либо он согласиться на определенные условия, либо у него будут проблемы, на что Динжос нам намекнул, вплоть до уничтожения его собственного имущества. На что мы ему сказали, чтобы он ни в коем случае не боялся. То есть это всего лишь шантаж. Мы уже такое проходили, когда в начале Константинов становился председателем Народного собрания. Опять же, наш кирсовский депутат, который предал интересы партии, интересы своих коллег, переметнулся тогда к Константинову и был золотым голосом для Константинова в избрании председателя Народного собрания. Тогда то же самое было. Давление на него, шантаж, угрозы. Через определенные структуры с Динжосом то же самое, но здесь они уже пошли дальше, потому что Александр Петрович не занимал никакую должность. У него был свой маленький бизнес, хозяйство, техника, определенное хозяйство было. И, собственно, они довели на него, что один из вечеров уничтожит его имущество. На что мы попытались убедить Динжоса о том, чтобы он не боялся, то, что мы за своих коллег всегда будем стоять горой, защитим. Мы были у него и дома, и семью его успокаивали, потому что это дошло вплоть до семьи. И в тот день перед, вы знаете, что должно было быть голосование о снятии... Да, о снятии... ...господина Тарнавского. Так как Александр Петрович находится во фракции, мнение фракции, мы высказывали до этого решение, что мы не участвуем в этом заседании, мы не ставили Тарнавского, и мы не участвуем в его снятии. Но он, опять же, нам позвонил за вечер до этого и сказал, что на него давят, чтобы он явился на это заседание. В противном случае будут применены меры. Я поговорил с Александром Петровичем, попытался его успокоить и сказал, что мы вечером в четверг заедем до него, чтобы поговорить по этому поводу, если что, обратиться в правоохранительные органы, потому что это ненормальные вещи, когда на депутатов давят, угрожают, тем более Константинов. Это человек, который, наверное, сам ничего не способен физически сделать, просто блефовал и пытался как-то надавить на нашего депутата. Но он пропал из радаров, пропался связи, Динжос, не выходил на связь. В четверг вечером, получается? Соответственно, пятницу утром я на своем автотранспорте выехал в сторону Авдармы, где по дороге встретился с Александром Динжосом, потому что была информация, что Константинов собирает их в 10 часов утра, потому что у них была нехватка голосов, и они не знали, что делать, и они бы решили проводить заседание или нет. Где я попросил Александра Петровича остановиться, проехать со мной с Леонидом Кюся, поговорить, чтобы он рассказал, что происходит, потому что мы были и у него дома, ни жены, никого не было, и мы стали беспокоиться, ни семьи, ни Динжоса самого нет, ни автомобиля, ничего нет. Поэтому попросили его с нами проехать, поговорить. Он сказал, что у него есть какой-то там прием, он является доктором, и у него есть какой-то выезд, мы с ним поехали на выезд, спокойно выехали, посмотрели. Хозяин этого дома владения может подтвердить, что на Динжоса никто не давил, ни силой, никто его не удерживал. Мы спокойно вышли, поговорили, еще обсудили политическую ситуацию с хозяином этого дома по-быстрому, он спросил, что у вас происходит там в народном собрании. После чего мы поехали в Чадерлунгу, сели в кафе Stories в Чадерлунге, где продолжили общаться, где Динжос нам рассказал, что в принципе происходит. Он сказал, что не то, что боится, а остерегается людей Константинова, потому что он нам сказал, что уже утром были следы автотранспортного средства до его хозяйства, где он держит там на окраине Авдармы, поэтому камер у него, к сожалению, там нету, для того, чтобы фиксировать, кто приехал, и он с опасением говорил о том, что давление все больше усиливается и усиливается на него и на его семью. На что мы ему опять же сказали, чтобы он не боялся. Я думаю, что если обратятся в правоохранительные органы, то правоохранительные органы могут спокойно взять видео с кафе Stories и увидеть, что он с нами сидит, спокойно общается, никто его силы не удерживает, улыбается, смеется. То есть мы обсуждали ряд вопросов по его защите, для того, чтобы он мог спокойно посещать заседание Народного собрания, потому что Константинов прекрасно понимал, что на меня, на Леонида Кюся и на ряд еще депутатов из нашей фракции бессмысленно влиять, потому что мы не боимся его, и нам вообще абсолютно плевать, что он там будет говорить и что он будет делать. Мы и до этого заявляли, что он для нас не авторитет, и мы его не считаем председателем Народного собрания или руководителем. Поэтому нам абсолютно плевать на него. И после чего мы спокойно разошлись, опять же заехали во Вдарму. С Александром Петровичем там тоже могут женщины подтвердить о том, что мы спокойно разговаривали по поводу предстоящей предобранной компании, спрашивали мнение, кто за кого. Ну, это такие обыденные вопросы были. Поэтому могут спокойно подтвердить. Почему тогда в видео господин Динжос говорит о том, что вы его насильно посадили в свою машину, машина его осталась открытой и увезли его? Ну, смотрите. Где правда? Когда люди заявляют о том, что насильно, не насильно, наверное, должны быть следы насильственных действий. Если бы я насильно господин Динжос усаживал бы автомобиль, я же как минимум применил бы какую-то физическую силу, то есть схватил бы за руку, там еще что-то. Или он все-таки человек, да, он все-таки человек не слабенький, он бы тоже оказал сопротивление, и были бы какие-то явные признаки того, что у нас была борьба, и я его усаживал в автомобиль. Но этого абсолютно нет. Я вам расскажу, почему Динжос сделал такое заявление. Если вы заметите на видеоролике, конечно, я не проводил ему алкотест, но на ролике прекрасно видно, что господин Динжос находится в состоянии алкогольного пенения. Я, насколько понимаю, и насколько нам удалось частично узнать от него в тот день в зале, они его забрали с вечера, пятницы, они его забрали с вечера, пятницы. А они это кто? Ну, Константинов, депутат. Тем более в ролике Константинов сам подтверждает о том, что они в тот день отправили к нему депутатов. Зачем вы отправляете других депутатов Народного собрания к нашему коллеге из фракции? С какой целью? Вы что хотели от этого человека? Надавить на него, что вы хотели? Он, Константинов, говорит о том, что он нам сказал, что придет на заседание. Каким образом он может прийти на заседание, если было принято решение фракции о том, что мы не участвуем в этом? И Константинов сам подтвердил, что он отправил своих людей на поиски Динжоса. Я думаю, что вечером, когда они его нашли, они его удерживали в каком-то помещении, и он, скорее всего, всю ночь находился в состоянии алкогольного пенения. После этого они его привели в здание Народного собрания. Я обязательно сделаю заявление в рамках заседания Народного собрания, если Константинов такой честный человек, и он утверждает о том, что мы выкрали Динжоса, пускай он предоставит видеозаписи со входа в здание Народного собрания. Каким образом вошел туда Динжос, в каком состоянии находился Динжос, когда входил в это здание, если им нечего скрывать, пусть они предоставят ролики. А они, я вас уверяю, они не предоставят эти ролики, потому что эти ролики могут послужить материалами будущего уголовного дела, а не законом содержания депутата Народного собрания, его алкогольном опьянении. Мы прекрасно видели на ролике, что человек, находясь в этом состоянии, не дает себе отчетности, и давая интервью подставному журналисту, фамилию не буду говорить, которая задает ему специально наводящие вопросы, он сам в конце говорит о том, что меня никто не удерживал, мы просто сидели общались. То есть журналист явно пытался задать те вопросы и услышать те ответы, которые нужно для того, чтобы предоставить опорочащие материалы в прямом эфире. Но Динжос в конце, видимо, пришел в себя и понял, что он говорит, и в конце он сказал, что никто меня не удерживал, мы просто сидели и беседовали. Но я вас уверяю, что ни Константинов, ни те депутаты, которые запугивали Динжоса, не предоставят видео со входа, потому что они прекрасно знают, что это материалы будущего уголовного дела о незаконном содержании депутата Народного собрания. Это еще давление Константинова на Динжоса свидетельствует еще то, что во время заседания не сам Динжос сделал заявление о выходе с фракции, а именно председатель Народного собрания сказал о том, что у нас есть повестки дня, вопрос, тем более заседание было специализировано и Константинов не мог включать туда дополнительные вопросы, но несмотря на это он заявил с трибуны о том, что Динжос сделал заявление в рамках президиума о том, что он выходит с фракции социалистов. Почему сам Динжос это не озвучил? Ну, потому что, я вам еще раз говорю, во-первых, не в состоянии был, в состоянии алкогольного опьянения, а во-вторых, человек не имел никакого желания выходить сегодня из фракции. И Константинов сделал это специально, потому что, когда мы были наверху в кабинете, когда мы попросили Динжоса выйти, есть тоже видеоролик, опять же, журналист, я не знаю, там, наверное, доплачивает журналистам ГРТ за дополнительную работу, они там бегают с телефонами, снимают каждый шаг социалистов по приказу Константинова и по приказу Шора. И там снимали видеоролики, где прекрасно видно, что мы просим Динжоса выйти, и мы говорим, объясняем о том, всем депутатам, депутат там возмущается, не выйдет, он не знает что. Мы объясняем о том, что на заседании фракции этот депутат является членом фракции. Если он не хочет посещать заседание фракции, я сказал, он должен, есть сегодня процедура выхода из фракции, он должен написать письменное заявление о том, что покидает, я как председатель фракции, он должен написать на мое имя о том, что он покидает нашу фракцию, после этого мы на заседании, я на заседании Народного собрания объявляю о том, что фракция социалистов покинул такой-то, такой-то... Ну, председатель Народного собрания Да, ну, председатель народного собрания, я вам скажу, немножко много берет на себя. Я бы вместо него так сильно много не брал бы на себя, потому что не в том он и по годам в состоянии, и не в том уже по молодости в состоянии, поэтому я вместо него так много не брал бы на себя и не объявил бы за других депутатов о том, что они выходят в фракцию, потому что не знаешь, чем обернется через месяц большинство народного собрания. Ну, смотрите, что касается вопросов Константинова, ему было принципиально показать наличие большинства, потому что он понимал, что он находится под угрозой снятия, и он любыми способами пытался собрать это большинство. Но все равно он на голосовании, даже с этими манипуляциями, он собрал всего лишь 17 голосов. То есть это большинство на один голос. Ну вот скажите мне, пожалуйста, вы уже третий год являетесь депутатом народного собрания. Это вообще нормально, когда давят? Нет, конечно, не нормально. Вы увидели. Это у вас, давайте раскроем кулисы, это у вас периодически происходит, я так полагаю, да? Есть определенная категория депутатов, которая заинтересована определенными материальными благами, есть определенная категория, которая просто любит власть. И, наверное, где-то 8, есть один из депутатов бывших народного собрания, сейчас являющихся одним из заместителей нынешнего Башкана. Он периодически всегда заявлял о том, что он 8 лет находился в оппозиции, и сейчас наконец-то они пришли к власти, и они сейчас всем покажут, что такое власть. То есть человек был обижен 8 лет, и, соответственно, когда дорвался до власти, все показали свое истинное лицо. Есть разные категории, есть категории, которых запугали, которые сегодня находятся на государственных должностях, которые замешаны в каких-то коррупционных вопросах, соответственно, на них давят правоохранительные органы. Почему сегодня на меня не давят, почему сегодня не давят на моих коллег, на еще ряд коллег, потому что мы себя ведем сегодня в рамках законодательства Республики Молдова в ее поле, и поэтому на нас сегодня нечем надавить, и мы не находимся материально зависимы от председателя Народного Собрания. Мы не получаем в рамках Народного Собрания заработные платы, поэтому я сегодня не подотчетен ни Константинову, ни большинству Народного Собрания. Мы избираемся все по одномандатной системе на территории автономии, в чем свидетельствует, что нас выбирает народ, и нас не выбирали по спискам, как выбирает советников, депутатов парламента. Это нас выбрал народ, соответственно, первостепенной задачей является представление интересов нашего народа, а не представление интересов какой-либо политической партии, каких-либо группировок. Но депутаты есть разные, поэтому я вам говорю, тоже один из ярких примеров, это кирсовский депутат Сареоглу, который проголосовал тогда за Константинова. Вы помните 15-раундный выбор председателя Народного Собрания, в конце концов, сломали они Сареоглу. Ну, были большие там обвинения, обыски были в рамках его материалов, его уголовного дела. Там чуть ли не светило ему приличный срок за его действия. Ну, вот видите, три года прошло, Сареоглу свободно ходит на воли, спокойно ходит на заседание Народного Собрания. Более того, остался на старом рабочем месте, несмотря на тот скандал, который... Ну, это свидетельство-то о чем? О том, что человек необходим был, его сломали через его рабочее место, и на данный момент он будет защищать Константинова, пока это уголовное дело у него есть. Это яркий пример того давления на депутата. Вот сейчас Динжос тоже под это влияние попал. Хорошо. Вот спустя несколько дней, получается, вы с господином Динжосом встречались, говорили... Нет, не встречались, я пытался выйти с ним на связь, спросить о происшедшем, чтобы он прошел вместе с нами опять на заседание фракции, объяснил всем депутатам, что в действительности произошло. Я лично хотел ему предложить, чтобы мы совместно вышли на пресс-конференцию, на которой с Динжосом мы бы объяснили всю происшедшую ситуацию и разъяснили бы общественности, но, к сожалению, Динжос не поднимает телефон, ездит домой, не собираясь к нему, чтобы не восприняли в рамках его заявления, что мы давим на него или пытаемся как-то запугать его. Поэтому пытались по мобильной связи выйти, но он не поднимает трубку, но я думаю, что на следующем заседании Народного собрания мы все равно пересечемся, и разговор будет. Я в любом случае буду делать заявление на самом заседании Народного собрания, где приведу ряд доводов, как сегодня привел о том, что Константинов рейдерским захватом снова собрал себе 17 голосов, в этот раз пострадал Динжос, и, наверное, будем уже пусть правоохранительные органы следят и принимают определенные действия по отношению к этому человеку, потому что это захват власти, я больше никак не могу назвать, и по этому поводу нужно принять какие-либо меры. Хорошо, тогда объясните другую ситуацию. Я так поняла, что у вас была договоренность между депутатами, чтобы снять с должности господина Константинова, однако было организовано специальное заседание, в субботу снимает в очередной раз господина Тарнавского. Это что такое? Вели так глаза людей? Нет, это Константинов придумал очередное снятие Тарнавского, для того, чтобы проверить своих депутатов. Смотрите, что происходит. Когда Константинов узнал о том, что есть определенное количество депутатов о снятии его должности, естественно, он пошел по всем и начал проверять. Ну, те, кто втихаря готовы за него проголосовать о снятии, естественно, скажут ему в лицо, нет, Дмитрий Георгиевич, мы за вас. И он хитрый политик, хитрый лис. Он придумал вопрос с Тарнавским для того, чтобы проверить тех депутатов, которые ему заявляют о том, что вот не бойтесь, Дмитрий Георгиевич, мы за вас, и не проголосуем против вас, удержим вас в кресле. Он специально для таких депутатов придумывает вот такие экзамены. И это действительно был экзамен, на котором в пятницу Константинов провалился. Трусливым образом даже не дали прямого эфира заседания Народного собрания, потому что, ну, не было кворума, вернее, кворум был, но не было достаточно голосов. Когда Константинов в пятницу понял, какие депутаты на самом деле ему сказали, что Дмитрий Георгиевич, все в порядке, я на самом деле готовы проголосовать против него, он сразу выявил их и, естественно, пошел дальше с ними разгарить всяческими способами. Кого угрозами, ну, у него срок был сжат, кого финансово, кого угрозами. У него стояла первостепенная задача, у них на следующий день мы говорим, потому что, во-первых, он свою слабость показывал перед Кишневым, и, во-вторых, он показывал свою слабость перед Илоном Шором, а Илон Шор с Константиновым не собирался бы считаться, если бы у него не было бы сегодня большинства. Потому что для Шора Меделян — это просто ресурс Константинов, председатель Народного собрания. Это просто человеческий ресурс, который сегодня может удерживать большинство Народного собрания. Он понимал, что слухи до Шора дошли, что он теряет власть. Естественно, он понял, что Шор может ему тоже пинок под одно место дать. Извините за выражение. Пинок под одному месту дать. И для него в экстренном порядке нужно было собрать большинство Народного собрания любыми способами, чем они занимались все эти два дня. Но и, к сожалению, удалось. Удалось все-таки найти Динжоса, надавить на него и дожать этот вопрос Тарнавским. И показать и Илону Шору, и всем остальным депутатам, что он вот такой молодец герой и может удержать сегодня большинство. Но я хочу обратиться к депутатам Народного собрания и сказать о том, что любой из вас может оказаться в той ситуации, как Динжос. Для того, чтобы не оказаться в этой ситуации, мы, как и ранее, предлагаем всем депутатам Народного собрания собраться и вышморнуть наконец-то этого Константинова, который надоел абсолютно всем. Я думаю, что он надоел и депутатам Народного собрания, он надоел и всему гагаузскому народу. С многими людьми из бизнеса, с кем бы я ни встречался, все, когда слышат фамилию Константинова, все абсолютно плюются и все говорят о том, что неужели не найдется человека, который возьмет его за шкирку и вышвырнет наконец-то оттуда из этого здания Народного собрания, где он осточертел действительно уже всем и привел Гагаузию в полный упадок. Более того, что ничего хорошего не было сделано, кроме того, как купленного себе личного автомобиля и куплено еще дополнительно количество автомобилей своим сторонникам, больше ничего он не сделал, нанес вред, привел к власти полно Илона Шора, который сегодня ничего тоже абсолютно не сделал для автономии. И мы сегодня находимся в такой ситуации благодаря, собственно, Константинову. И тем, кому кажется, что это смешно, и тем, кому кажется, что это не серьезно, поверьте, это очень серьезно, потому что впереди могут быть еще огромное количество важных вопросов по судьбе автономии. Более того, Константинов с Илоном Шором не планирует выборов будущих депутатов Народного собрания, они планируют продлить срок, потому что в случае проведения новых выборов, естественно, люди Илона Шора могут быть не допущены к выборам. И он понимает, что он не сможет снова набрать большинство Народного собрания, и он будет тянуть это Народное собрание, и это большинство, до того момента, пока Евгения Гуцул не останется год до ее башканства. Потому что по закону сегодня, когда Башкану Гагузе остается год, она получает некий иммунитет по снятию, то есть ни депутаты, никто не могут на нее, и против нее ничего предпринять. Соответственно, она может исполнять свои обязанности спокойно, чем, в принципе, я думаю, воспользуется Илоном Шор, но и для Константинова дополнительный год в кармане депутатства никогда лишним не будет. Он тоже понимает, что он на следующий СОЗОВ вряд ли станет уже депутатом Народного собрания. Наверное, если от Конга даже пойдет, то не станет он уже депутатом Народного собрания. Возможно, и я не стану тоже, но Константинов миллион процентов, что не будет им в следующем СОЗОВе Народного собрания. И мы к этому приложим точно все усилия для того, чтобы этого не случилось. Потому что все-таки надоели они Гагаузии, я вам честно скажу. Построили свой собственный личностный бизнес на интересах автономии, на личном имуществе автономии. Разрушил на юге Гагаузии все возможные колхозы. Украдено было огромное количество денежных средств, построена целая бизнес-империя. Казалось бы, все говорят, что тебе нужно на старости лет, иди своих внуков нянчи, не мешай уже никому, не мешай развитию этой автономии. Но он все равно человек, который жаждет власти, который, наверное, имеет какой-либо комплекс с молодости, неполноценности. И он эти пробелы восполняет тем, что вот он сегодня находится в власти, он решает вопросы, как он называет в кабинете, я решаю сегодня гагаузские вопросы, я решаю сегодня там вопросы. И вот эти депутаты, которые обслуживают его интересы, это не все депутаты, есть там 5-6 человек, которые там обслуживают его интересы, там туфельки ему вытирают во время перерыва в кабинете Константинова. На них жалко смотреть, и я призываю еще раз народ автономии на будущих депутатских выборах очень внимательно подходить к выбору депутатов Народного Собрания. Это должны быть, во-первых, грамотные люди. Это не должны быть люди, которые вам придут, скажут, там мы построим дороги, мост, тротуар, еще, не знаю, грядки высадим, все что угодно сделаем. Это не должны быть такие люди, это должны быть люди грамотные, которые сегодня умеют работать в рамках законодательства Республики Молдова, законодательства Гагаузского, которые умеют выстраивать диалог, общение. Депутат — это все-таки политик, который ответственен за политическую сторону автономии, за ее стабильность, за ее экономическую стабильность. Советники все-таки — это люди, которые ответственны за тротуары, за дороги, поэтому нужно немножко эти два момента отличать. И когда выбираем на выборах, выбирать тех людей, которые сегодня имеют понимание, что такой закон, имеют определенное образование в этой сфере, имеют какие-то, наверное, опыт руководства в каких-либо государственных учреждениях для того, чтобы его в дальнейшем применить. Вы видите, вот, ну, пришли бизнесмены, ну, собственно, смотрите, что творится. Константинов, ну, не все бизнесмены, конечно, но вот, в частности, Константинов, вот человек, который пришел, и, ну, что вы здесь... Вот я хочу задать вопрос. Частенько я общаюсь с людьми, и люди, я не буду скрывать напрямую, говорят, ну, вот вы приходите, тогда, когда вам нужны голоса, я им привожу пример, ну, вот, смотрите, я в рамках своего депутатства, то есть участвовал в этом проекте, там удалось денежные средства выйти на ремонт, здесь я участвовал в законопроекте по оказанию материальной помощи в отопительной сезонной, по оказанию материальной помощи на 1 сентября сейчас школьники должны будут получать. Защищал всегда закон о патенте автономии, который сегодня, я думаю, что благодаря только нашей фракции эти люди продолжают работать уже три года по этой форме торговли, и, конечно, при поддержке депутатов, но там разные моменты были, приходилось и давить, и собирать общественность, разные моменты были. И когда людям приводишь вот эти доводы, вот эти примеры, я говорю, это мне не нужно было по сути, у меня нет ни точки на рынке, у меня нет ни ребенка 1 сентября, но это моя обязанность, это моя работа. Люди меня избрали с той целью, чтобы я, как депутат Народного собрания, улучшил социальную жизнь в экономическом плане и в политическом плане. Поэтому вот задачи депутата, а не задачи прийти, сесть сегодня в кресло. Я не получаю заработную плату там, но это не мешает мне участвовать в жизни Гагаузии, писать законопроекты, приходить их отстаивать, идти общаться с людьми. Люди знают, я много раз был на рынке, на рынках с людьми общался, это не мешает мне исполнять свои обязанности депутата, не обязательно там получать заработную плату. У нас просто получается наоборот, те, кто получает заработную плату, вообще даже не знают людей в лицо, понимаете? Сидят в кабинетах, имеют автомобили служебные, катаются туда-сюда обратно каждый день домой, получают заработную плату в районе 17-18 тысячелей, и не думают ни о будущем автономии, ни о людях. Когда люди говорят, и наши эти власти когда-нибудь будут думать о людях, а откуда они будут думать, если спроса никакого нет? Если их избрали, они забурились на 4 года в кабинетах. Депутат Кирсова, человек за 4 года ни одного слова не сказал. Ни одного слова в рамках. Я не умиляю его профессиональных качеств каких-то, но вот просто пример. За 4 года ни одного слова в рамках Народного Собрания. Заработную плату получают, имеют с большим словом определенные блага. Ну вот, собственно, вся цель человека нахождения в рамках Народного Собрания. И там есть люди, которые находятся по несколько сроков так, и, конечно, могут обижаться, не обижаться мои коллеги, мне абсолютно на это плевать. Я всегда говорил о том, что я думаю, и я всегда говорил о качествах депутата, которые должны. В первую очередь на кону стоит развитие нашей автономии, и дальнейшее существование. А потом обиды и все остальные моменты, это все на втором плане. Мы должны, в наших сегодня обязанных должно быть сохранение нашей автономии. И больше ничего. Спасибо, Иван, что разъяснили нам эту ситуацию. Очень бы хотелось надеяться, что все эти подковерные игры в Народном Собрании закончатся. И наши народные избранники наконец-то подумают о... Пока Константинов у руля этих подковерных игр, они никогда не закончатся. Ну, знаете, все-таки маленькая, но надежда есть. Надежда только на будущие выборы, на новые. О том, что люди действительно подойдут к этому ответственности и выберут достойных туда людей, которые будут осуществлять свою деятельность в интересах автономии, не только в своих интересах. Ну, для этого у нас есть еще целый год, поэтому... Да, да. К сожалению, так. Что ж, благодарю вас еще раз за участие. Уважаемые телезрители, вы смотрели программу «Лавзона». Сегодня у нас в гостях был господин депутат Народного Собрания Гагаузи Иван Димитров. Он рассказал нам о ситуации, которая сложилась между ним и господином Динжосом, коллегой. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Димитров.